Долгие шесть лет жители села Гуниха ездили за медпомощью в райцентр, за лесово, за 35 километров. А иногда ходили в магазин. Приезжий врач делал прививки в коридоре Сельпо. Об удобстве, хорошей санитарной обстановке говорить не приходилось. Давление мерили, принимали, рецепты она выписывала. Ну, правда, как? Ну, уже не могли. Это очень неудобно, конечно. А в метре от прилавка работала аптека. Здесь находятся лейки, краска. А до этого лекарства стояли в полочках. Седан потом ночью. Поиски местной власти у здания для медпункта оборачивались неудачей, пока жители не обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Фонд социального содействия Александра Прокопьева приобрел это здание и передал его в муниципалитет. Сейчас здесь заканчивают ремонт. Во время встречи с главой села депутат Госдумы отметил, что подобрать прочное строение действительно было непросто. А самый такой глобальный шаг мы сделали уже. Это вот общими усилиями, слава Богу, получилось. Сколько мы с вами помещений-то отсматривали. Зимой, я помню, мы в один дом заходили, старый. Там вообще пол провален был. Здесь же кирпичная кладка простоит не один десяток лет. Коммуникации проведены. С отоплением тоже проблем не будет, уверены в гунихе. Зиму топилось, осенью, весну топили. Она топилась, тепло, помещение вообще теплое. Мужчины у нас на сенок оси, и поэтому осенью, когда они у нас освободятся, сделают нам ремонт печки. Мы потом побелим, все сделаем. Вот у нас единственное, что осталось. Этими работами завершится косметический ремонт. Затем надо будет привести здание к стандарту медицинского учреждения, создать здесь кабинеты. Пригласим специалистов по ФАПу, которые нам объяснят и подскажут, как нужно сделать, какие перегородки, где перегородки сделать, в каком месте сделать. И уже в дальнейшем будем подавать документы. Вот сейчас вот этот ФАП у нас откроется в будущем. Будет прием, как бы везти врач, педиатр будет приезжать. Мы очень благодарны. Александру Сергеевичу очень благодарны. В ФАПе будут работать терапевт, педиатр и фармацевт. Прием пациентов станет ежедневным. Жители поселка надеются, что медицина вернется в поселок уже этой зимой. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Павел Лауронин. Наши новости.